В 1630-е годы у Бернини слегка вскружилась голова от успехов. Считалось, что у фаворита Урбана VIII не могло быть неудачи, так что ему поручили оформить фасад импозантного палацу Барберини, и он опять пригласил помощника Барамини. Бернини возглавлял также работу по строительству великолепных фонтанов и по изготовлению надгробий, выдающихся из надных людей, включая заготовленное впрок надгробие самого папы. Он требовал от помощников все, что они могли дать – их силы, технические знания, ремесленные навыки. У одного из них он позаимствовал и жену. Матео Буанарелли приехал в Рим из Лукки примерно в 1636 году и поступил в мастерскую в Бернини, где выполнял обычную работу помощников. Трудился над различными деталями скульптуры, ангелами и прочими второстепенными элементами, которые доверял ему мастер. Жену его звали Констанции. Она была, по-видимому, не ангелом и не отличалась супружеской верностью. Бернини сделал ее своей любовницей и вряд ли она была его первой женщиной. Бальденучи пишет о многочисленных романтических похождениях скульптора в юности. Но теперь ему было около 40 лет и связь с Констанцией Буанарелли была, очевидно, нерядовым развлечением. Как откровенно пишет его сын Доминико, Бернини был пламенно влюблен, ведь скульптор, не будем забывать, считал своей основной естественной стихией огонь. Нет необходимости читать его любовные письма, чтобы убедиться в силе его страсти, потому что есть гораздо более красноречивое свидетельство этого. Бюст Констанции. Созданный на пике их отношений в 1637 году. Никогда еще таких бюстов никто не ваял. Древнеримские скульпторы, кого только не изображали в мраморе, от императоров до куртизанок, и их произведения были очень выразительны. Но с тех пор бюсты создавались исключительно по заказу аристократов и церковников. Или в качестве надгробных памятников. Это, конечно, не мешало талантливым скульпторам вроде Бернини использовать разнообразные средства для воспроизведения характерных черт моделей. Примером может служить бюст кардинала Сцепиона. Но мраморного портрета женщины, с которой скульптор находился в интимной связи, не создавал никто, ни до Бернини, ни еще 200 с лишним лет после него. При этом произведении читается несомненное страстное желание обладать моделью. Это скульптурный эквивалент какого-нибудь из любовных санетов Шекспира или Дона, в которых сквозит непреодолимое увлечение автора. Бернини умел передавать различные черты характера человека, раскрывавшиеся при взгляде на скульптуру под разными углами зрения. И Констанция становится благодаря этому не просто идеализированным воплощением обожания, а сложным объектом всепоглощающей любви, богатым оттенками чувства. В страстной любви есть что-то такое, что побуждает влюбленных заявить о ней во всеуслышании. Бернини извоял бюст Констанции с такой любовью, словно отбросив всякую осторожность, упивался этим занять. Вновь переживая с каждым движением инструмента все ласки, которые ей подарил. Волосы Констанции густые и блестящие, собраны свободным узлом на затылке, но из узла выбивается один локон. Глаза женщины широко раскрыты, полные щеки пышат здоровьем. Сорочка ее приоткрыта на груди, с одной стороны чуть больше, чем с другой. Это самое сексуальное приглашение во всей европейской скульптории. Бюст наделен живой чувственностью. Скульптор откровенно изображает свою любовницу, не воспринимающую его любовь пассивно, а вспихивающую, как порох. Бернини к этому времени создал еще много чудес, и одним из самых удивительных было изображение любимой, как не уступающее ему самому страстности. Матео Буанарелли был человеком довольно низкого положения, но жена его происходила из знатного семейства – Пикаламин. И, судя по ее скульптурному портрету, была женщина сильной и гордой, полной достоинством. Бюст Констанции ломает все правила изображения женщин, принятые в 17-м столетии. Достоинством женского пола считалась невозбудимость. Констанция же показана в процессе речи. С открытым ртом ее огромные глаза не потуплены скромно, а широко открыты и сверкают. Говорит она явно что-то непочтительное. И Бернини как раз это в ней и нравится. Именно это он и превозносит наперекор всему искусству той эпохи. Нижнее веко смоделировано очень объемным, что создает впечатление увлаженности глаз. И вместе с мягкой тенью, под скуловой костью, эти детали представляют собой одно из самых удивительных пластических достижений Бернини. Если обойти бюст, глядя на него с разных точек, мы увидим словно на киноэкране, как меняется настроение модели. В анфас она бросает нам вызов. В три четверти глядит мягче, почти с любовной нежностью. Когда мы отходим чуть дальше назад, контуры челюсти еще больше смягчаются, женщина предстает уязвимой. Констанца поистине многогранна. Джон Лоренци доверял брату. Их отец Пьетро дал Луиджи разностороннее образование. И тот был не только скульптором, но также архитектором, математиком, инженером-гидравликом. Он готовил декорации для театральных постановок пьес Бернини и выступал на сцене вместе с ним. Бернини всегда обращался именно к нему за помощью в инженерно-технических вопросах и в первую очередь в работах, проводившихся в соборе Святого Петра. Передрежной орган, сконструированный им для собора, был признан шедевром братьев Бернини. Должно быть, Джон Лоренцо не сразу поверил в предательство брата. В этот вечер за ужином он и объявил, что на следующий день уезжает из города по делам. Вместо этого он пошел в дому Констанции и увидел, как Луиджи выходит от нее, и она провожает его, очевидно, не полуодетая. А в ночной сорочке последовала жестокая схватка, во время которой Джон Лоренцо чуть не убил брата железным ломом, но в результате только сломал ему два ребра. Дома он опять накинулся на Луиджи со шпагой, и тому пришлось искать убежище в церкви Санта-Мария Маджори. А Джон Лоренцо безуспешно пытался выломать дверь храма. Ярость Бернини не унималась. В тот же день он послал слугу в дом Буан-Релли. Слуга напал на Констанцию, лежащую в постели, и изрезал ей лицо бритвой, таким образом извая самую красивую голову в истории скульптуры. Бернини пусть чужой рукой, но изувечил живую плоть, которую он пославлял. Наказание, последовавшее за совершенные грехи и преступления, вряд ли можно назвать справедливыми. Слуга был арестован и заключен в тюрьму. Констанцию, как прочла в архивах историк искусства Сара Макфи, также приговорили к тюремному заключению по обвинению в прелюбодеянии и блуде. Барберини с просьбой вмешаться и как-то усмирить Джон Лоренцо, который, по его словам, вел себя так, словно он властелин мира. На скульптора наложили штраф в 3000 скуд, примерно столько же ему платили за какой-нибудь бюст. Но патрон и друг Бернини, Урбан VIII, отменил штраф с условием, что рыцарь наконец женится, дабы в будущем не повторялись подобные досадные эпизоды. Это вряд ли можно было считать суровым наказанием, тем более, что предлагаемая невеста Катерина Тезио была признана самой красивой женщиной Рима. Бернини так и женился на ней, не сворачивал больше с истинного пути и произвел на свет в браке с Катериной 11 детей. В разгар своего увлечения Констанции Бернини написал их двойной портрет. Теперь же, взяв шпагу, которую хотел выбить Луиджи, он вырезал фигуру Констанции из холста. Согласно некоторым источникам, он переписал ее в образе медузы, воплощения зла, с прической в виде клубка змей. Однако бюст Констанции был спасен от увечья или уничтожения, благодаря тому, что Катерина не пожелала, чтобы он находился в ее доме. Бюст был куплен неким флавентийцем и установлен в конце концов в музее Барджелло, где мало кто-то из посетителей обращает на него внимание. Катерина